Первое, что мы сделали, мы с вами обсудили, как выглядят формы родительного и дательного падежа. Фактически теперь вы знаете все основные падежные формы первого уставового складения в Новом Завете. Но мы пропустили обсуждение того, а собственно зачем нужен родительный и дательный падеж в греческом языке. Мы пропустили это обсуждение в учебнике по той причине, что на самом деле в уроке два таких обсуждения. Первое очень краткое обсуждение непосредственно в самом уроке. И второе гораздо более пространное обсуждение точно той же самой темы в конце урока в разделе экзегетика. И собственно к этому разделу мы сразу и обратимся, потому что он дает более полное представление о том, зачем собственно родительный и дательный падеж нужен в греческом языке. Сразу должен сказать, что это довольно сложное обсуждение. И поначалу может возникнуть некое чувство растерянности от обилия обрушившегося на вас синтаксического материала. Тем не менее с этим чувством нужно справиться и принять для себя, что родительные и дательные падежи достаточно сложны в греческом языке. Несколько слов о том, откуда берется такая сложность. Вообще в эндоевропейском языке, греческий один из эндоевропейских языков, когда-то падежная система была сложнее, чем падежная система греческого языка. Помимо четырех падежей в греческом, именительного, родительного, дательного и винительного, был еще отделительный падеж, был еще местный падеж, был еще инструментальный падеж. Что касается инструментального падежа, то в русском языке он превратился в творительный падеж, в русском языке еще появился особый предложный падеж, а вот в греческом число падежей сократилось. Но при сократившемся числе падежей набор идей, которые нужно выражать в речи, он же не сократился И в речи по-прежнему нужно говорить о месте, по-прежнему нужно говорить в инструменте По-прежнему нужно говорить об отделении То есть о тех идеях, которые были связаны когда-то с функциями отделительного, инструментального и местного падежей И греческие падежи, в частности родительный взял на себя функцию отделительного падежа А дательный взял на себя часть функции местного и инструментального падежа И поэтому спектр ситуаций, в которых стали применяться эти падежи, расширился И эти падежи стали употребляться для описания разного рода идей Поэтому очень трудно свести употребление родительного или дательного падежа какой-то годной простой идеи Идей будет много, просто в связи с такими вот особенностями исторического развития греческого языка Это первый нюанс, касающийся разнообразия Второй нюанс, касающийся собственно родительного падежа Мы к нему переходим, вот в чем заключается В чем вообще мысль развития родительного падежа? Ну, даже не включая сюда отделительное значение, а просто родительного падежа Книга преподавателя, тяжесть вины В чем смысл? Ну, книга преподавателя вроде говорит о принадлежности Тяжесть вины вроде говорит о какой-то характеристике Если нам нужно обобщающее описание функции родительного падежа То мы можем сказать следующее Родительный падеж описывает некое несогласованное определение Ну, что такое, почему несогласованное определение? В языке есть понятие согласованного определения, когда существительное определяется прилагательное Например, красная книга, красные книги, красную книгу Видите, я меняю падеже число главного существительного И параллельно меняется падеже число определяющего его прилагательного Ну, и говорится о том, что характеристики согласуются И определяющее слово Определяемое слово согласуется с определяющим по роду числу и падежом А есть определения, не выраженные согласованным прилагательным Есть определения, выраженные существительным в родительном падеже Да, они не согласуются с существительным в родительный падеж И число может быть другое Но оно как-то определяет главное слово Книга какая? Преподавателя Тяжесть какая? Вины И так далее Так что, если вам нужно как-то описать, понять функцию родительного падежа То первое, что вы можете для себя так представить Это некое определение к другому слову Обычно слово в родительном падеже стоит при другом слове В составе словосочетания есть главное слово И слово в родительном падеже, которое в широком смысле служит определением к главному слову Ну, или другой способ думать о том же самом Можно сказать, что родительный падеж указывает на то, что между двумя понятиями есть связь Между тяжестью и виной есть связь Между книгом ЭГ и преподавателем есть связь То есть родительный падеж указывает на то, что связь есть И на этом практически все исчерпывается Характер связи То есть как два предмета, два понятия связаны между собой Характер связи определяется, собственно, смыслом двух слов, входящих в словосочетание И зачастую еще и контекстом, ну или вообще какой-то общей ситуацией Поэтому родительный падеж указывает на связь Но так как связи между понятиями бывают очень и очень разные То по сути родительный падеж может выражать широкий спектр функций И вот в этом прикосновении к экзегетике, ну или в этом обзоре экзегетике Самые типичные связи описаны, и мы на них сейчас посмотрим Они как-то номинованы И давайте просто вместе пробежимся по разделу экзегетика Это семидесятная страница учебника для родительного падежа Итак, первое, что говорится Что родительный может быть так называемой родительной-описательной Когда слово в родительном падеже в широком смысле служит определением к другому слову Пример из Римлян 13.12 Давайте обличемся в доспехе света Здесь слово фотос третьего склонения Поэтому такое немного необычное окончание Ну и вообще, в пример, он часто использует слова третьего склонения Может быть, педагогически стал бы ему поискать другие Но мы как уж учебники есть, так будем следовать Итак, доспехи света Что такое доспехи света? Доспехи, как-то связанные со светом Доспехи, характеризующиеся светом Ну, в контексте, начиная, более-менее понятно Что за доспехи, которыми обликаемся Чтобы бороться и противостоять Но вот у этих доспехов есть характеристика Они связаны с божьим светом И так вот и описываются И в данном случае даже трудно подобрать Какой-то более узкий термин Чем просто связь доспехи Связанные со светом Доспехи, описываемые с помощью света Иногда связь более явная Посмотрите второй способ употребления Родительного падежа Иди, это Матфея 9.21 Иди, продай твое имение Здесь слово су Местоимение ты в родительном падеже Ну, переводится как твое Вообще, родительная падежность стоимения Где-то в 95% всех случаев употребления Выражает принадлежность Поэтому, встретив местоимение в родительном падеже Первое, что вы должны подумать Это что-то, говорящие о принадлежности А потом уже все остальное Но здесь вот так переведено А если переводить Иди, продай тебя имение Ну, так вот, если вы как-то буквальности попробуете перевести Просто родительная падежность стоимения Ты, словом тебя Иди, продай тебя имение Ну, бессмысленная фраза, да? Во-первых А во-вторых, мы просто понимаем Это не русский язык, а греческий язык Слово в родительном падеже Ты связано как-то с другим словом Имение Имение, связанное с тобой Какое имение связано с тобой? Твое И это типичнейшее употребление родительного падежа Типичнейший вариант связи Принадлежность Очень много слов в родительном падеже Будет указывать на принадлежность кому-то Это распространенное употребление Особенно для местоимения 95% всех мест имения в родительном падеже Указывают на принадлежность Ну и, соответственно, должны переводиться Не словом в родительном падеже А подходящим словом для описания принадлежности Поэтому не тебя, а твое Третье Немного необычное употребление Опять-таки Не всегда привычное для нас А не всегда сразу осознаваемое Выключается вот в чем Слово в родительном падеже При другом слове Может расшифровывать смысл этого слова Может служить неким пояснением к тому Что под этим словом подразумевается Особенно если главное слово не очень ясное Может там переносно употребляться И так далее То при нем может быть слово в родительном падеже Которое раскрывает его смысл Такую конструкцию называют родительным падежом приложения Можете посмотреть на конкретном примере Из деяния 2.38 Вы получите дар Святого Духа Дарианту Хагио Пнематес Хагио Пнематес Святой Дух в родительном падеже Получите дар Связанный Со Святым Духом Как дар и Святой Дух связаны между собой Но один из вариантов конечно сказать Что дар принадлежащий Святому Духу Но не очень тогда понятно что за дар такой Однако два понятия связаны Дар и Святой Дух И один из вариантов связи Это то что слово Святой Дух Просто расшифровывает Объясняет что же за дар имеется ввиду Вы получите дар То есть Святой Дух А в русском переводе Вы получите дар Святого Духа Вот в принципе чувствуется Вот это мысли Можно было почувствовать мысли Получите дар Святого Духа То есть Святого Духа в дар Хотя можно и русский тоже текст Родительный падеж и русский Достаточно широко по своему употреблению Истолковать и как-то по-другому Однако смотрите чем мы занимаемся Мы ведь занимаемся не просто анализом родительного падежа Мы занимаемся толкованием Родительный падеж это всегда радость и головная боль Большая для толкователей Родительный падеж говорит Есть связь? Есть связь между понятиями Дар Святого Духа Какая связь? Мы думаем, думаем В данном контексте Самая логичная связь Это что Дух дается в дар Переводим Дар Святого Духа Так что помните о возможности Такого употребления Родительного падежа И например Когда Иисус говорит Помните Он изгоняет там Гуссов из храма В Евангелии от Аана Описано во второй главе Первое изгнание Начинается спор Какой власть это делаешь И так далее Он говорит Разрушите храм Сея в три дня Воздвигну его Он говорит О храме тела своего О храме Как-то связанном с его телом Что значит фраза Храм тела Как храм и тело связан Фактически это тоже Пример родительного падежа приложения Храм Или тело Иисуса Является храмом Если вы вспомните Что храм это то место Где обветает слава Божия То Иисус говорит Очень важную вещь Тут не просто про то Что он умрет и воскреснет Только он говорит Очень важную вещь Что настоящим храмом Местом присутствия Бога Является его собственное тело Ну или может быть Иоанн сосредоточивает на это Внимание Если вы прочитаете Ивангелие от Аана Вы увидите Как нам последовательно Показывает Что настоящий храм Это Иисус Настоящий пра Суббота Это Иисус Настоящий праздник Это Иисус Настоящие там глаза Это Иисус Все-все-все-все Все важнейшие Ключевые реалии Религиозной жизни Это Иисус И вот первый такой шаг В рассуждении Храм тела То есть тело является храмом Хорошо Двигаемся дальше Следующий способ Следующий способ употребления Это как раз Родительный Отделительный Четвертый пункт Связанный с тем Что Родительный Созаимствовался Принял на себя Функции Индоевропейского Отделительного падежа И когда речь идет Об отделении чего-то От чего-то Очень часто В лечебном тексте Вы увидите Родительный падеж Пример из послания Ивсяров 2.12 Отчуждены Общества Израиля Отчуждены Общества Само отчуждение Некий процесс Отделения Предполагает И по-русски Для выражения Идеи отделения У нас же тоже нет Отделительного падежа У нас обычно Предложные конструкции Употребляются Нужно поставить предлог И поэтому Хороший Правильный перевод Отчуждены От Общества Израиля Израильского Да Кстати То Израиль Израиль Слово Несклоняемый Но вév myślę Видите Родительного падежа Ты же Стоит В родительном падеже И поэтому Общество Связанного С Израилем Общество Израильского Характеристика Этого общества Так что Отчуждены От Общества Израильского кстати очень часто родительный падеж и слова в родительном падеже переводится прилагательным можно здесь привести общество израильское общество связано с израилем как она израильская и перевод прилагательным очень хорошо звучит и вот некоторые такие особенно стереотипные фразы например сын человека буквально будем переводить можно перевести буквально водительная падежа сын сын человека и с таким титулом иисус себя очень часто называл муж мужа человека звучит немного странно сын так это связано с человеком и в данном случае хороший перевод такой привычном звучащий сын человеческий или василия ураном уранос небо ураном множественное число родительного падежа от этого слова царство небес можно перевести так и в принципе достаточно хорошо звучит перевод и вы можете оставлять такой перевод но если вы посмотрите синодальный перевод ну и другие какие-то современные периоды обычно приводит царство небесное царство связанное с небесами и можно ставить царство небеса можно перевести как часто делают царство небесное здесь можно добавить еще вот что в греческом языке прилагательные появляются чуть реже чем в русском языке и там где у нас есть прилагательные небесные божий человеческий и так далее в греческом просто ставится родительные падежи вместо небесный родительная поддержка слова небеса место божий родительный поддержка всего бог место человеческий родительные по лесу слово человек и так далее а по этому умену а смысле родительненного падежа что указывает на связь иногда себя является таким несогласованным согласованным определением, иногда для такого большего благозвучия в русском тексте в переводе используются прилагательные. Хорошо. Следующий, пятый пункт, он обсуждает очень важное употребление родительного падежа и при этом иногда служащего предметом больших споров. Смотрите. Слово в падеже указывает, что есть связь. Если главное слово предполагает какое-то действие, возьмем, например, главное слово «любовь», «Харагапа». А «любовь» предполагает, что кто-то любит. И посмотрим фразу «Харагап и Тутуру» – «Любовь Бога». Как любовь и Бог могут быть связаны между собой? Ну, чисто теоретически мы можем сказать, это может обозначать, что Бог любит кого-то. Любовь и Бог как связаны? Бог любит. Или это может обозначать, кто-то любит Бога. Ну, любовь и Бог тоже связаны. Так вот, фраза «Харагап и Тутуру» действительно в греческом языке обозначает, может, и то, и другое. И любовь Бога к кому-то, и любовь к кому-то к Богу. Родительный падеж не показывает, в каком направлении что сделано. «Харагап и Тутуру». Любовь Бога, Любовь Божья, да, это и любовь к Богу к кому-то, и любовь к кого-то к Богу. Оба варианта возможны в тексте. Оба варианта достаточно хорошо представлены в Новом Завете. Ну, кстати, как третий вариант, «Любовь Божья у качества» тоже, в принципе, возможный вариант. Если мы с вами возьмем, просто посмотрим первое послание Иоанна. Один текст, где периодически встречаются фразы «Харагап и Тутуру». то мы увидим, что разные варианты возможны даже в рамках одного текста. Смотрите, вторая глава, пятый стих. «Кто соблюдает его слово, истина в том, хеагап и Тутуру». Ну, совершенно, доведена до совершенства и так далее. «Истина в том, любовь Божья совершенна». Это что означает? Это значит, что любовь к Богу в нем совершенно. То есть, если кто соблюдает заповеди, то значит, тот так, как надо, любит Бога. Ну, и вот в соблюдении заповедей это проявляется. Или это обозначает, кто соблюдает заповеди, то его Бог по-настоящему любит. Ну, как в ответ на то, что он соблюдает заповеди. Мне кажется, ну, в контексте призыва и так далее, лучше все-таки первый вариант, любовь к хеагап и Тутуру, истолковать здесь как «любовь к Богу». То есть, вот он соблюдает заповеди. И любовь к Богу, она действительно проявила себя, так, как она должна проявить. Но читаем то же самое послание дальше. И, например, в третьей главе этого послания, где дается наставление про взаимоотношения между братьями, мы встречаем следующее, 17-й стих. «Кто же имеет какие-то средства для жизни в мире и видит брата своего нужду имеющего и затворил сердце свое от него, как любовь к Богу» и ахеагап и Тутуру пребывает в нем. Как любовь пребывает в нем? Любовь какая? Ну, можно сказать, как пребывает в нем любовь к Богу. Ну, здесь же в основном внимание сосредоточено на взаимоотношениях между человеком и его братом. И мы можем сказать, как Божья по качеству любовь может пребывать в таком человеке, который затворяет сердце. Читаем дальше. То же самое послание. И в четвертой главе опять обсуждается любовь. И посмотрите 9-й стих. «В том явлено хеагап и Тутуру в нас, что сына своего единородного послал Бог в мир, чтобы мы жили или жили через него». Здесь явно речь идет о действии Бога, и поэтому хеагап и Тутуру – любовь Божия к нам. «В том явлено любовь Божия к нам, что Бог послал сына своего в мир». Во второй главе хеагап и Тутуру – мы любим Бог, да? А в третьей главе хеагап и Тутуру – мы обладаем Божьей по качеству любовью. Четвертой главе хеагап и Тутуру – мы, а Бог любит нас. хеагап и Тутуру – два понятия. Родительная поддержка указывает, что между этими понятиями есть связь. Но родительная поддержка не говорит, какая связь. Связь мы понимаем по контексту. И так как слово «любить» предполагает, что кто-то любит кого-то, то есть слово «любить» предполагает достаточно сложную систему связей, то, как следствие, эта фраза может толковаться очень по-разному. Ну и возвращаясь к учебнику Маунса, один из вариантов связи, который он здесь описывает, первый вариант – это называемый «родительный субъектный падеж». Когда слово в родительном падеже при слове, описывающем действие, ну, которое связано с каким-то действием, предполагает того, кто это действие осуществляет. Ну, здесь такой однозначный пример. Кто нас отлучит от любви Христа? Римлянам 8.35. Видите? «Акутес агапесту Христу» «От любви Христа». То есть от любви Христа к нам. Христос нас любит. Кто нас от этого отлучит? И кто нам помешает любить Христа? В других контекстах в эту фразу и так можно было истолковать. А кто помешает Христу нас любить? Кто отлучит нас от любви Христовой к нам? Это один вариант употребления. И шестой пункт, противоположный вариант употребления, так называемый объектный родительный падеж. То есть слово в родительном падеже указывает того, на кого направлено действие. Ну, здесь перейдем к примеру из Матфея 12.31. «Хула духа не будет прощена». Что за «хула духа»? «Хету пневматоз госфемия не будет прощена». «Хула связанная с духом», то есть как «хула на духа». «Хула по отношению к духу». Кстати, видите, перевели «хула на духа». «Духа хула не будет прощена». Ну, можно было бы так перевести, это немного коряво, немного непонятно звучит, но толкуя родительный падеж. Слово «хула» предполагает, что кто-то хулится, и толкуя родительный падеж, как описывающий вот в этой связи тому, кто хулится, мы переводим «хула на духа», не будет прощена. Следующий пункт, седьмой, «блинарный родительный падеж», когда Маунс отвечает, что слово в родительном падеже может обозначать сразу и того, кто делает действие, и того, на кого направлено действие. Как пример, он приводит из Коринфиана, «Ибо любовь Христа побуждает нас», в том смысле, что то, что мы любим Христа, Христос любит нас, побуждает нас. Что я могу сказать по этому поводу, братья? Учебник Маунса хороший, Маунс замечательный брат, но я думаю, что он не прав. Блина, такие сложные значения, как правило, не выражаются языком. Это двойные значения в анекдотах про Штирлица хорошо. Штирлиц достал из кармана два пистолета и стал стрелять из них по очереди, в очередь быстрая дело. А за пределами анекдотов про Штирлица все-таки, когда мы используем речь, у нас не двойная мысль, а простая и однозначная. И в одну фразу впить вот сразу два значения не очень естественно для языка. Любовь, связанная со Христом, побуждает нас. И все-таки любовь, мы любим Христа, и соответственно ведь нас побуждают. Это слишком сложная иная система связи, поэтому стоило бы ограничиться какой-то более простой мыслью о том, что же собственно побуждали в нас и сделать все-таки толковательный выбор, а не говорить, а здесь сразу все. Поэтому при всем уважении категория пленарного родительного падежа мне кажется странной. Следующий восьмой пункт родительный падеж родства очень естественная категория. Два человека могут быть связаны между собой, в том числе и родством. Пример из Иоанна 21.15 Симон и Иоанну. Симон как-то связанный с Иоанном. Как? Ну, по контексту мы понимаем, что скорее всего сын. По-русски да, Симон Иоаннович. А по-гречески родительный падеж. Симон как-то связанный с Иоанном. Симон, сын Иоанна. А вот другой пример. Мария Хе Иакубу. Мария Хе Иакубу. Мария как-то связанная с Иаковом. И судя по тому, что мы знаем о Марии Иакубу из Нового Завета, скорее Мария Мать Иакубу. Хотя в других контекстах это могло бы быть и дочь Иакубу, и жена Иакубу и так далее. Родительный падеж не выражает характер. Связь указывает, что связь между ними есть. Два имени, скорее всего, родственная связь. Но какая связь? Ну, только по контексту. Даже как Мария Рабыни, Иакубу. Даже в каком-то контексте такое могло бы быть. Родительный падеж указывает на связь, а все остальное мы выясняем из других источников. Ну, и последнее. Родительный разделительный. Ну, как-то вот это перекликается, может быть, с родительным отделительным, по своему смыслу. Употребляется в ситуациях, когда речь идет о целом, о частях. Ну, например, пример из Римлян, некоторые ветвей, ну, подразумевается, некоторые из ветвей отломились, да, то прибился и так далее. Но, опять-таки, что здесь выражает родительный падеж? Да, вот есть часть некоторой, есть целая ветви, и часть она от целого. И как-то эту связь нам нужно выразить средствами русского языка. Мы добавляем предлог из некоторой из ветвей. Посмотрев на эти девять вариантов употребления, ну, седьмой выкинет, за на восемь вариантов употребления, что мы можем сказать? Не всегда слово в родительном падеже просто может быть переведено словом в русском родительном падеже. Иногда оно переводится прилагательно. Иногда добавляется предлог от. Иногда добавляется предлог из. Иногда вообще предложение как-то нужно трансформировать, там, ну, любовь к Богу или что-то в этом роде. И здесь мы начинаем чувствовать важный момент. Перевод – это не замена формы, аналогичный форм. А если бы так можно было сделать, брать, не было проблем с переводом вообще никаких. Компьютер бы делал перевод, да, все греческие слова в родительном падеже заменил на русские слова в родительном падеже, все, готовый перевод перед нами. Да нет. Перевод идет следующим образом. Видим греческую фразу, толкуем эту фразу, понимаем ее смысл, и выражаем тот же смысл средствами другого языка. Иногда получается сохранить форму, иногда не получается. Ну, а сколько мы можем стараемся сохранить и форму, в том числе, но иногда не получается. И что мы делаем? Мы выражаем, насколько это возможно, средствами нашего языка тот же самый смысл. Вот родительный падеж, это действительно боль толкователя, это действительно пример многих споров, многих переживаний, он требует толкования, но родительный падеже следует как? Мы увидели два слова, одно из которых стоит в родительном падеже, главное и зависящее слово в родительном падеже. В родительный падеж указывает, есть связь, слово в родительном падеже как-то определяет, как-то уточняет главное слово. И мы задаемся вопросом, исходя из смысла одного слова, исходя из смысла другого слова, исходя из контекста, какая связь возможна между этими понятиями? Определение, приложение, отделение, субъект действия, объект действия, родство, или что-то еще. Какая связь возможна? Кстати, здесь не исчерпывающий сферписок возможных связей, только типичнейшие связи, но возможно и другие, связанные с материалами, с действующими лицами, здесь много-много с чем, а потом мы к этому, конечно же, еще с вами вернемся. Так вот, какая связь возможна? И мы истолковываем связь, то есть одно слово, другое слово, связь, и выражаем эту связь средствами нашего языка. Сработал русский родительный падеж? Замечательно. Не сработал русский родительный падеж? Ну что ж, использовали предложенное словосочетание, какую-то другую конструкцию и так далее, но главное передали мысли. Поэтому, работа переводчика и работа толкователя, это нелегкая работа, но кто-то ее должен делать, этот кто-то это вы.